Телеканал КРТ представляет Собчак и Любовью Соболь Я не понимаю, зачем он не шастается И не шмыгает Это что-то нецензурное? Обязательно об этом расскажем Накрути усики Я той самой, кого суби на беду Ты, Александр, выглоком Набей без права Не с той ноги встал Он уже немножечко в возрасте Но знал, что новый президент, значит должен быть и новый Саакашвили Догадывается ли об этом Международный валютный фонд? Хитро-желтый А эти же хитро-зеленые, понимаешь? Было-стало Блестящая изоляция Ваша программа теперь легальна Рабы на галерах, work and travel Доброе утро, сегодня наша еженедельная программа Три кандидата И в гостях у нас прекрасная Диана Панченко И не просто прекрасная, но еще и журналист года О боже, да Прекрасный журналист года Прекрасный журналист года принес Не с пустыми руками, я вам принесла кофе Не просто кофе, а кофе из улитки Кофе тот самый, который можно себе позволить После долгого перерыва Вот только сейчас в понедельник На самом деле, я никогда не думала, что Банальный кофе может приносить столько радости Поэтому, ребята, это больше чем кофе Летней террасой, вот если бы мы действительно были летней Мы можем наконец-то сидеть вчетвером Вот Разрешили Ваша программа теперь легальна То есть наш стол, ваш кофе, понимаешь? Хотя мы со своим Да, и у нас, как всегда, наше утро делает добрым кофе Эль Кофино, спасибо Эль Кофино И я думаю, что наши зрители выживали Благодаря, в том числе, Эль Кофино Все Сбудрились Все Я сказал, месяцы карантина Ну, недели карантина Теперь у нас будет еще двойной А какой ты любишь кофе? Крепкий Крепкий без сахара Ристретто, эспрессо, что? Что крепче? Трампино Тойпайзер С санитайзером Супой можно пожевать, если что Ну, это уж если совсем Видите, зачем нас довело правительство? Что вот какие-то уже такие простые вещи Нам уже кажутся заказать Абсолютно Я думаю, что когда попаду на маникюр К своему мастеру Надеюсь, она сейчас нас посмотрит И передам ей привет Это будет днем счастья Я уже жду, вот, 19-го числа А пока еще не разрешено? Нет, ну, уже разрешено, но за За, Александра, девушка меня понимает Все не так просто То есть там очередь на три недели вперед Я помню, что как только появилась Как только появилась новость Я думаю, ну вот, я же первая узнала Я же слежу, пишу своему мастеру Говорю, вот, с 12-го числа Можно прийти Наконец-то запись Через недельку может быть Если повезет То есть на самом деле Все скучали по каким-то простым Таким человеческим радостям Обычным Наверное, это тот А гулять по 8 человек, как тебе радость? Это моя была новость Кабмин разрешил сидеть по четверо И ходить по 8 человек Новый смягчение карантина в Украине В парке Как вам это? Самое интересное, что и в парках можно Теперь ходить И как оказалось Вот на самом деле Если говорить о новостях Я, наверное, сейчас переберу часть работ Я же не просто так Давай, давай, давай Вот новость, которая меня больше всего поразила С начала недели Это заявление Ляшко о том, что Оказывается Парки Это было не опасно А запрещали Паркинам Потому что Потому что пугали Просто запрещали Это массовая психологическая воздействие Нам называют, что это не Олега Ляшко А заявление Да, конечно Есть Ляшко Пострашнее Как можно заразиться в парке Как раз наоборот А с ребенком нет Да, как раз наоборот Свежий воздух полезен Свежий воздух рекомендует И вот мы узнали Что оказывается Нас пугали Мне интересно Если не дай бог что Если не дай бог Там вторая волна И нам запретят Что-то еще Кто поверит То есть Ну вот это непоследовательность Но это подрыв Получается В том числе доверие Ко всем будущим Сообщениям со стороны власти На такую тему Если переводить В такую смешную плоскую У меня на одном из эфиров Спросили Говорит А почему транспортники Не бастуют Я говорю Ну вот сейчас По 8 человек Можно собираться У нас будет Мини пикеты По 8 человек Кстати про транспортников Насколько я знаю Все таки Вот то что Власть на 180 градусов Развернулась В отношении метро Это как раз таки Возможно под давлением Потому что Очень смешно Когда в понедельник Шмыгаль говорит Что возможно С 22-го Карантин будут усиливать Кличко говорит Что возможно Мы вообще все отыграем И вот сейчас Ослабление с 11-го Потом будет опять Ужесточение И через 2 дня Метро можно Школы можно Кинотеатры под открытым небом Мне больше всего нравится Вот это самое То что То почему Больше всего скучали Да Какие-то Я хочу напомнить Что Там где Диана работает На киностудии Довженко Там есть кинодром Там есть кинотеатр Под открытым небом И туда можно ходить Тебе Нет К сожалению Своему нет И Ну наконец-то Возможно схожу Потому что Если уж разрешили Надо пользоваться Нет Ну как интересно Да такая эволюция Тоже кличка Мы наблюдаем То есть От Не шмыгайте Да До Не шастайте Да И не шмыгайте И не кашлите До Что требуют Правительство Открыть метро И так далее А знаешь почему На самом деле Там есть два варианта Первое Это Метрополитен киевский Сказал Какие они несут убытки Да И посчитал И наверное А до этого нет И знаешь Это стало таким Аргументом Для того Чтобы задуматься А стоит ли Потому что Надо же компенсировать Второй момент Почему Кличко хочет Открыть транспорт К День города Ему явно Надо к Дню Киева Показать хоть что-то Потому что Кроме как Николай Тищенко Наступает Саша С федеральным карантином На пятки Куда он ему наступает Тищенко наступает Не так Не ахти Кстати Тищенко вообще Не мешало бы Исключить из фракции Ребят Давайте понимать Что это Стыб и срам Кандидат в мэры Киева От Слуги народа Сам Тищенко Вот в свежем Своем интервью Сказал что Конкурентов У него нет Поэтому Ну посмотрим Посмотрим Может быть Конкурентов В искрометности От Каченко Может быть В конкурентов Не знаю В удачном В красоте Считаешь Что он все-таки Красивым А не кучим Меня не очень насмешило Кстати В этом интервью Где он заявил о том Что он в Киеве Контролирует Распоряжение Выполнение Распоряжения президента Не ну подождите У него вообще Вилюри штаб Нет Он сказал что Что мне было штаба Кстати А заплатит он штраф За каждый день работы Ресторана Как вот По 17 тысяч Как полагается Там все-таки Круглая сумма Может Заблатит там Первый день Антон Яценко Заблатит А второй день И так все Кто ходил Они каждый день А он сказал что Он их не видел Кстати в этом интервью На самом деле Это конечно Все о чем мы говорим Это смешно Но где-то Это безусловно грустно Потому что Непоследовательность Как мне кажется И этот абсолютный сумбур В заявлениях власти Это В такой непростой период Это на самом деле Мне кажется страшно Потому что И так людям сложно И так тяжело И так Ну я могу представить Насколько Тревожно За будущее А когда каждый день Разное заявление Мы обошли пик Нет мы приближаемся К пику Мы откроем метро Закроем Нет все-таки откроем Я думаю что Очень важно От власти Получать Конкретные Понятные Внятные Месседжи В такой непростой период Последовательные Обоснованные Обоснованные Власть должна Объяснять Почему они поступают Тем или иным образом А не Сознаваться в том Что оказывается Мы вас пугали Вот поэтому В парке вы не ходили Это была главная цель А по поводу транспорта Мне тоже кстати Как Лешко заявилось Что это потому что Не потому что транспорт Особо опасно Для заражения Нет потому что Люди будут ездить И развозить Вирус Да Ну вот смотри У тебя подожди секунду Я хочу еще уточнить Диана имеет возможность Часто задавать Эксклюзивные Каверзные вопросы И я так понимаю Что основные претенденты И на пост Мэра Киева К тебе тоже приходят Ну элементарно Вспоминали того же Дубинского Он тебе признавался Под пытками Ты ему когда Вот паяльником Его пытаешь в эфире Он тебе говорит Пойдет он Не пойдет Там иголки под ногти Что у тебя там Утюг должен быть Как ты вообще Располагаешь Дубинский вполне может Это сделать А другие кандидатуры Отслуг народа Могут быть Какие-нибудь А проблема в том Что Кандидат Пальчевский Сам потом говорит Что он собирается Выдвигаться Ну нет Отслуги народа Нет Пальчевский Это как раз Такие Это вообще Отдельная история Абсолютно Ну он там какой-то Такой Знаете Дубинского Может не поддержать Президент Он же все-таки Не из его крыла Он отщепенец Такой вообще На самом деле Сейчас это Дубинский Бужанский Это уже такие Клещенко И наем Когда-то Внутренняя фронта Там же есть И младшее крыло Кочура К примеру Ну вот мне кажется Да Это которые Ближе к президенту Наверное Будут какие-то Нейтральные Такие кандидаты И сами Слуги народа В этом признаются И некоторые На камеру И большинство Все же Не на камеру Что они Сами разочарованы Потому что Квинтэссенция Вообще Вся эта история Наверное Это назначение Саакашвили Когда Нам обещали Молодых Новых Чистых Честных Всех в белом И они Действительно Такими были Я помню Ребята Вы помните Наши эфиры Как только Значит Верховный совет Этого созыва Начал работать Они были все Такие Уверенные в себе Они были уверены Что вот За 30 лет Не получилось Но у них получится Что они смогут Теперь прошло Сколько Полгода Фактически Да В Верховной Раде Сколько Ну Чуть больше Да Чуть больше полугода И они Откровенно говоря Разочарованы Потому что Они никому не нужны Ну смотри Дубинский Не признался Получается Они сами признаются В том Что Ну Нам не советуются Нам Спускают сверху Важное голосование Важное назначение Это все то Что просто спущено И просто Ну как бы Максимально Как мне кажется Сурреалистичная история Это когда Сам глава фракции Рахамия Признается Что Новые в Кабмине Не нужны Мы же имели ввиду Новые в парламенте А в Кабмине Должны быть старые Опытные Что это было Что было С правительством Хорошо А Качуре Вы не задавали Такой вопрос Еще Или какому-то другим Вот второму Условному эшелону Слуг народа Кто еще может пойти К кому президент Более лоялен По поводу На мерские Честно говоря Я думаю Что этот вопрос Не определен А когда у них спрашивают А у них какие-то Праймы решили Что они говорят Что они говорят Фракция Еще не вызначилась Мы будем Вызначаться На фракции То есть Ну как бы Фракция еще не вызначилась Это значит Нам еще не сказали Им еще не сказали Им еще не говорят Диана Допытывай их Потому что Если не ты То кто вообще Мне кажется Качура не может быть Потому что Он вчера голосовал Против постановления По 9 мая Поэтому Это кстати Тоже очень важно Поэтому Агриман не получит На управление Киева 128 голосов Всего Собрало постановление Вообще Абсолютно Странная история Зачем это было нужно Непонятно Как и зачем Нужно было голосовать Постановление о запрете Российских соцсетей Хотя это можно было Просто решением СНБО Если уж так хотелось Запретить Но я думаю Что это попытка В том числе И размыть ответственность Что смотрите Верховная Рада же приняла А президент уже Как бы Последовал Ничего что было решение СНБО Накануне было решение СНБО Кому это пришло Но это А прозвучало Что Верховная Рада проголосовала Да То есть мы же понимаем Что тут есть еще медийное поле Мне кажется Просто вот Ура патриотически настроенному Крылу слуг народа Захотелось Еще раз показать Какие они патриоты Возможно Каким-то образом Размыть Значит Повестку дня И Увести Внимание От главного Что происходило В среду А главное все же Это голосование За закон о банках Ну и как всегда Получилось Не очень Коломойских Коломойских Ты что-то Давай Устропился Вы уже начали эту тему Я как раз хотел зачитать Что Как только В Киеве Точнее и в Украине в целом Ослаб карантин Киев сковали Десятибалльные пробки Но я лично Сегодня долго ехал На самом деле Парализовали Да Пробки по 10 баллов Все красное Про Кстати Слуг народа Замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук Возмущалась у себя На странице фейсбук Что В Киеве Транспортный коллапс Стоимость поездки в такси 350 гривен Вместо 100 Которые были Были еще вчера За тот же километраж И тоже Скучает за метро Поэтому Ну Кравчук тут На самом деле Права Потому что Я например Тоже ездил В тот же день В Киеве И абсолютно Была похожая ситуация Пробки невероятные На самом деле Вот с 12 числа Невероятные пробки В Киеве Все стоит Такси Очень дорого Открыли Парикмахерские На чем добираться Если нет велосипеда Или самоката Непонятно Ребята Просто все пошли В библиотеки Сдавать книжки Которые взяли на карантин Музей Музей Конечно Даже экономический локомотив А еще очень интересно Еще очень интересно Транспорта нет Но Решили ездить по автобусной По полосе Это прекрасная новость Неинтересно То есть такси Место автобусов Конечно Именно так Я так понимаю Что правительство Посчитали Что смотрите Ну Это помните Как Мария Антона Это Они говорят Что у вас нет хлеба Так а ешьте пирожные Нет автобусов Так есть такси Мне кажется Что надо просто Пока едешь на работу Где-то еще Тихонько Там наклеечку себе Убер или болт Наклеить И еще И можно по автобусной И по автобусной Чтобы успеть на эфир Самое интересное Это же тоже вариант Ну автобусы Наклеить себе Наклеечку Не знаю Там обер болт И так далее И тому подобное И сказали А мы такси Мы между прочим Давно предлагаем Сделать шаттл Диана Как тебе идея Шаттл с надписью Эксперты И чтоб они Ездили между Телеканалом Вот Им нужно было ездить Как раз По полосе общественного движения Считаю Чтоб мы не опаздывали И мигалочки какие-то Конечно Мне нравится другая Я надо просто Все каналы в одно здание Снести И просто на лифте Так блокировать будет удобно Ты знаешь Так нельзя Потому что Будет удобно блокировать Тебя какой-нибудь Замуруют Сразу все каналы заблокируют Да и все И Лебединое озеро Конечно Думаю наши гостевые редакторы Сейчас призадумались Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Заявил Что 22 мая Неконечная Дата карантина И его будут продолжать А уже непонятно Будут или не будут Кирилл В том-то и дело Потому что у Шмыгали Меняется каждый день Повестка дня Ляшко и Степанов Говорят Совсем другое Я так понимаю Там абсолютно Нет коммуникации Либо наоборот Есть какое-то Противостояние Даже Потому что Опять же Ляшко заявляет Что возможно Вторая волна Что он против Того чтобы метро Открывали Что у нас вообще Возможно будет еще Все не очень хорошо Шмыгаль говорит Противоположное И самое грустное Что вот Ослабление карантина Это же не по медицинским причинам Заболеваемость не снижается То есть Количество новых Случаев заражения Не снижается Ну ну стабильно Уже недели две Там 400-500 человек Устал из людей Да Но нам обещали изначально В том плане Который судя по всему На коленках рисовал Шмыгаль За полчаса Потому что ошибки даже были Там два раза Спортзал упоминали Ну неважно И нам тогда обещали Что первый этап будет Когда на 5% Будет снижаться заболеваемость Этого нет на самом деле То есть просто Уже нет возможности Нет денег Дальше Сидеть на карантине Нет Тут очень интересно Что Возможно Почему Шмыгаль так постоянно Меняет свою позицию Может быть он думает Что когда Ляшко говорит Что это не тот Ляшко говорит А другой Ляшко говорит И он просто их путает Он думает Что это какие-то политические заявления Шмыгаль просто занимается Каждой энергетикой Ему не до этого У него один Один вектор Да Самая грустная Опять же В этой истории Вот в среду У нас на эфире Народный депутат Слуга народа Говорит Ну вы знаете Если честно Я думаю И третий Кабмин Будет неудачный Третий Что? Это господин Шевченко Женя Он говорит Ну вот первый был неудачный Второй неудачный Я думаю Третий тоже будет Третий Я в такие моменты То есть уже готовится третий Третий состав В такие моменты Очень трудно не терять самовладание Ты вроде как Ты же ведешь эфир Ты ведущий Ты должен быть По идее Безэмоциональным Но Когда народный депутат От власти Говорит У нас первый Кабмин Плохой Второй Кабмин И третий Тоже будет плохой Я уже наперед Расходимся Расходимся Первый мой Это совсем не такой Расходимся Ну тратая Какая-нибудь попытка То есть идеальная картина Если этот парламент Самораспустится Что он имел ввиду Он имел ввиду Опять же то О чем я уже говорила Что с парламентом Не советуется Что несмотря на то Что по конституции Мы парламентско-президентское Государство На деле Все совсем по-другому Но мы же уже шутили Что есть де-факто Де-юре и де-велюре Понимаешь Вот де-велюре Оно вот такое А может быть просто Шевченко посмотрел Фильм Один год президента Где президент сказал Что будет идеально Искать Кабмин И в общем-то Он осознал Что идеального Ничего не бывает На этом свете Если бы еще ответственность Каким-то образом Ну а кто должен Нести ответственность А не та ли самая Верховная Рада Которая голосовала За этот Кабмин Нет, там коллективная Безответственность Вот, вот Скорее всего именно так И кстати я думаю После карантина Шмыгаль тоже Тоже Повторит Сядет на самоках То есть он по сути Будет премьером карантина Я думаю Что очень на то похож Его можно фамилию поменять Возможно Возможно А кого он будет назначать Следующего Мне кстати интересно Когда назначат Все-таки Относительно Вот опытного И такого управленца Была же история С Тегибко Да Прощупывали как-то Почву тогда С этим назначением Только Тегибко Был не в курсе Если помните Только Тегибко Не согласится на это Мне кажется Если не Тегибко То мне кажется Все-таки У нас будет премьер Вот из Какой-нибудь Вот категории Опытных Мне кажется Не надо менять фамилию На карантина Надо будет Денис Карантинович Шмыгаль Красиво Тегибко может Но не хочет А Саакашвили Он хочет Но не может Да То есть И что еще Киносом еще Есть кандидата Ну как это Саакашвили Не может Он может все Даже бегать по крыше Мы уже знаем Боюсь тогда Зеленского Как английскую королеву Придется Отсадить В этот Мариинский дворец Самое смешное Саакашвили Фактически Уже Еще не получив Назначение Начал критиковать Власть Он сказал Что все Кто выступали Против его Назначения Вице-премьером Его боятся Это враги реформ Учитывая И враги реформ Учитывая Что больше Чем половина Слуг народа На самом деле Были против То есть Он фактически Уже Он еще и Грузию Напугал Что их ждет голод Если они поссорятся С Украиной Так что Он много мог Чего наговорить Это Да У нас есть Прекрасная новость 12 мая Это буквально На днях Было Был такой себе Перформанс Представители Украинской культуры И креативной индустрии Провели акцию Стоп культурный карантин Что привлечь внимание К проблеме сферы В период карантина Они подсветили Как мы видим Сзади на экране Небо Было такое ощущение Что это Космиты Фильм Пришествие Или как он там назывался Бэтмен Я бы подсветила Шулявский мост Если честно Я просто каждый день Проезжаю По этому мосту И каждый день Мысленно Вспоминаю Господина Кличко Мне кажется Что Шулявский мост Обязательно нужно Переименовать В мост имени Кличко Это яма через каждый метр Люк Ты едешь Ты чувствуешь себя Где-то в 19 веке Что ты на какой-то повозке Массаж Бесплатный массаж Прилагается На самом деле Без шуток Это ужасно Это отвратительный мост Я думаю Киевляне Которые имели шанс Он сильно поменялся Между тем Что было И какой он стал Самое печальное Там же были хорошие проекты На самом деле Эту развязку Можно было сделать Абсолютно другой Абсолютно другой И нужно было Как-то по-другому К этому подходить Ожидание Реальность Но Я когда увидела Услышала новость Что Кличко собирается Фонтан открывать На мосту Прямо на мосту Если честно Это просто не смешно Потому что Я понимаю Что вместо того Чтобы открыть Детский садик Которым условно Могут воспользоваться Определенное Небольшое количество людей Лучше открыть Стеклянный мост Который увидят все Или фонтан Знаешь почему фонтан? Ребята Знаете почему фонтан? Потому что можно И попить и помыться Это очень удобно Для киевлян Диана Ты просто Я тебе сейчас скажу Один нюанс Это просто сериализм Мне кажется С мету Шулявского моста Уже три раза переписывали Он был 450 миллионов Потом где-то там 700-800 Сейчас уже миллиард 200 И это еще без съезда Всем нравится Все довольны Я думаю Что это действительно Мэр Которого мы заслужили Вот именно так Но при этом Его альтернативы Мы тоже уже высмеяли Да Это грустно У нас когда был Петров в гостях Он его назвал Конченый молодец Он говорит Как бы молодец Но все что делает Как-то поконченый Я не оскорбляю Ни в коем случае Виталия Владимировича Но Ну просто молодец Давай тогда Запикаем тогда Но прошу обратить внимание Что вот этот мост И в принципе Дороги в Киеве Это конечно Что-то Ну ведь делает же Значит хорошо Уничтожает Даже в рамках карантина Вот эти рекламы Нешастые Это тоже Мне кажется Из серии штанги Кстати надо еще проверить Это была социальная реклама Или это кто-то оплачивал А стрижка А помыть перчатку Как правильно Ну вы же Вы умеете Вот мыть руки В перчатках Боксерских Господа Это надо Навык иметь надо Не пробовала Да Лукашенко Побрился Знаешь в перчатках Александра Лукашенко сообщил О двукратном снижении Пневмонии После военного парада В Минске Мы же знаем Видели Что на 9 мая Был в Минске парад И Лукашенко сказал Что после этого Заболевание Не только Не выросло Но еще и снизилось Животворящий Такой парад Ну Лукашенко Вообще На самом деле Я думаю Приобрел очень много Поклонников В Украине В Украине Потому что Я очень часто Слышу На эфирах И в соцсетях Что А вот Лукашенко А вот Беларусь На самом деле Армия поклонников У него очень сильно выросла Вот несмотря на такие Экстравагантные подходы То есть можно было делать парад Армии поклонников Лукашенко И было бы в принципе Ну по масштабу Но между прочим Лукашенко и так А я всегда шучу Что вот следующий президент У нас будет А-ля Лукашенко А зачем а-ля Мы просто заберем себе Он последний срок отсидит А кто отдастся Ну я думаю Что Война может быть с Беларусью В Беларуси будет Сын Лукашенко править Коля А мы А мы Александра Григорьевича Почему мы можем Забрать к себе Саакашвили И не можем попросить Чтоб нам отдали Лукашенко Мне кажется Что белорусы пойдут с войной Нам не нужна война Они вернут Они захотят вернуть Своего лидера Вот Я так бы скажу Что мы на время Мы же всех в атом возвращаем А мы можем сказать А мы вам Саакашвили Какой-то неравноценный Вартер Честно говоря Я бы на месте Беларусов не соглашалась А мы можем Саакашвили И еще других реформаторов Целую колонну То есть На вес Комерческая жилка Алексей Вот чувствуется Не ну а что Не ну кстати Лукашенко И до этого же был Самый популярный Из иностранных лидеров В Украине То есть Социология же Об этом показывала Да Кстати про реформаторов Я смотрел Как Саакашвили В прошлую пятницу На одном канале Там Пришел выступать На ток-шоу И у него Какие-то такие Явно премьерские Замашки были Он уже С таким пилитетом Всех получал Нет Ну это же Что-то такое Из ряда Император галактики Ну тут надо выше Ну почему У нас же На самом деле Вот эти все Прожекторы Которые мы рассматривали Может это сигнал Что Обратите внимание Как у нас хорошо Может это Каким-то Другим цивилизациям Смотрите Мы же обсуждали Мор Видели Пожары Видели Обмеление рек Видели Ну что Помните Мы с вами Ожидали Падения метеорита Вот это Космиты прилетели Саранчу или майских Жуков Все укладывается НЛО на самом деле Тоже существует Пентагон подтверждает Я же говорю Все знаки Последних дней Просто И вот То что мы видели Над Киевом Это же тоже напоминало На самом деле Если бы просто Официально сказали Какие у нас есть вакансии Остались во власти Инопланетяне бы Тоже своих направили Просто кандидатов Только после 12 Или 14 дней Прохождения карантина Конечно Прилетел на тарелке Да Это нужен министр образования Который у нас нет Чтобы он образовывал Мне кажется Просто как раз Инопланетяне Должны попасть В министерство образования Новости из-за зеркали Посол Украины Турции Пригрозил Что ставит Эту Молодую республику Без украинских туристов Из-за песни Катюша Которая звучала В День Победы В курортном городе Алания С громкоговорителем У нас это есть видео Кстати Мы сейчас можем показать Я, кстати, искренне не понимаю Что по поводу Я слышала эту новость Я не понимаю В чем Ну Видно Андрей Как его там зовут Андрей Сибиха Посол Не с той ноги встал Или переобщался с Ветровичем Или с Дробовичем Который пришел на смену Не с той Катюши просто Стал не с той Катюши И все Нет, ну на самом деле Конечно, другого мы ожидали В отношении гуманитарной политики В отношении каких-то вопросов Которые хотелось бы Чтобы не трогали просто Ну Зачем это все нужно было Зачем нужны были эти заявления Непонятные Дробовича О том, что воевали два тоталитарных режима Это Как это он сказал Была немецко-советская война Да Ну то же самое, что Ветрович повторял Это же абсолютно Это чувство, что он просто взял Те же самые рекламы Мы общались, кстати, с ним в эфире С господином Дробовичем К его чести Он, по крайней мере, не побоялся Выйти к нам в эфир И достаточно Что? Больше не придет Я надеюсь, кстати, придет Потому что это был Ну, это был интересный разговор Были разные народные депутаты в студии Это было как раз накануне 9 мая Мне все же показалось Что в отличие от Ветровича Он пытается, по крайней мере, декларировать Какую-то вот позицию Что мы всех слышим Мы всех слышим, но мы все же о том же Нам очень важен ваш звонок Оставайтесь на линии Меня тоже, кстати, на самом деле поразило Что он говорит Я либерал, а при том, если мы смотрим, что он делает То это все то же самое, что делал Хорошо, а как вот эти уроки истории По нашему, скажем, всеукраинской онлайн-школе Где тоже тема, связанная с Второй мировой войной Очень неоднозначно подается Конечно, как с этим быть Она просто какой-то пропагандистский подается Вот, допустим, это даже противоречит тому, что говорил министр иностранных дел Германии Хайко Масс Да? То есть он же перед Днем Победы дал статью Да Где в очередной раз повторил, что там Германия сама несет единоличную ответственность за все жертвы, преступления и так далее Ну, Драбович с ним не согласен Конечно Поэтому надо вызвать немецкого посла в Миттаре На Брандербургских воротах было написано на четырех языках, по-моему, да, благодарность И дякую, и украинскую, и так само Поэтому, а мы, как бы, и не особо рассматриваем, что мы Еще есть вариант отозвать посла из Берлина Ты считаешь, надо? Пора? Ну, раз они поддают сомнению нашу трактовку истории Психануть так психануть? Ну, у нас же есть механизмы давления Не возвращать долги, которые мы понабирали, кредиты у Германии Можно украинцев просто им не возвращать сейчас на период урожая и тоже психануть А клубника? Сгниет и все А то, что у нас урожай сгниет, это мало кого волнует, да? А как же европейцы без клубники-то? Вот, во время карантина или после карантина Шампанское холодное, клубники нет Кризис Верховная Рада ухвалила антикуламойский закон 270 голосив за Голоса давали слуги народа в количестве 200 человек Европейская солидарность, голос, депутатская группа доверия Голос, одна штучка? Голос Это на самом деле Мне, кстати, аргументация слуг народа, почему они голосовали закон Это тоже стоит отдельного обсуждения Опять же, на эфире нашем сами слуги признавались, что голосовали, потому что Попросил президент Голосовали, потому что попросил президент Я говорю, окей, а зачем это президенту? Чтобы получить транш Ну, на самом деле Аргументация такого рода Мне кажется, это просто где-то Это где-то за гранью нормального Потому что, опять же, у нас Зачем нам нужно тогда 250 Депутатов Провластных, если они голосуют Если они голосуют так, как им скажут Пять фракций, пять депутатов А действительно, на самом деле Сами депутаты признавали, что закон, который нарушает Конституцию Он действительно, фактически нарушает Конституцию По которой каждый гражданин имеет право спаривать те или иные решения В суде теперь, фактически, банки вывели из-под юрисдикции судов И все это для того, чтобы получить транш Который непонятно сколько Потому что сначала нам обещали 10 миллиардов Потом оказалось 10 не будет Да и трех уже не будет И трех уже не будет Землю продали Банки Непонятно, каким образом теперь все это будет происходить И фактически, если фонду гарантирования вкладов Не понравится банк Кирилла Молчанова У меня нет банка Я сразу заявляю нашим зрителям То его можно фактически национализировать Да потому что мы его на тебя переписали И у Кирилл никаким образом в суде свои интересы защитить не сможет Но это чтобы по-простому Деньги под матрасом Это на самом деле очень Деньги банки, как у Чаоса, знаешь, в трехлитровой Много банок, наверное Закрутки эти знаменитые А с другой стороны, принятие этим закона Получается, разрушается миф о том, что Зеленский и Мария Нетко Коломойского Конечно Я думаю, что этот миф давно разрушен Мне кажется, что... Вообще сторонники Петра Алексеевича до сих пор вытягивали Тут уже нужно подумать Если и Мария Нетко, то в чьих руках нет Я думаю, что на самом деле Этот миф о какой-то невероятной дружбе Он уже давно в прошлом Уже все поняли, что у Коломойского какие-то свои интересы Не всегда он согласен с властью Об этом кричат Слуги народа, которые Которые связывают как раз Если у Зеленского на плечи седой волосок Это не обязательно борода Коломойского Конечно Мы скажем нашим зрителям, что на самом деле В Зеленске не Мария Нетко Коломойского Произошел, как это называется Конспирологический заговор И власть захватили Сарасята Плотно удерживают Зеленского в окружении В плену Да, сегодня как раз тоже сюда ехал на передачу Есть такой экономический Представитель Сарасята Товарищ Фурса И он сказал, что благодаря этому закону Они уже там у Коломойского конфискуют Через Лондонский суд 3 миллиарда Уже готовы Грустно это все на самом деле Все деньги потекут в бюджет, как молочные орехи Потому что, ну а когда мы в который раз Нарушаем Конституцию Когда мы плеем на собственные законы Собственно какое-то ощущение Хоть какой-то еще там гордости То... Слушай, для того, чтобы нарушить Чтобы получить очередной долг Надо их хотя бы читать или видеть Или знать А тут как бы Не знаешь, нет Конституции Хотя, кстати, Диана Я бы не исключал, что там вообще хитрый план в другом Чтобы специально принять закон с нарушением Получить траншик от МВФ А потом под шумок в течение года его Вернуть Коломойского приватка Конституционный суд и его отменить Но тут интересный другой нюанс Это чисто по украинской политической традиции Каждый останется при своем Да, но тут интересный другой нюанс А догадываются ли об этом МВФ? Они же тоже не настолько наивные Поэтому денег не дают Поэтому деньги они тоже не дают Это же как игра в наперски такая И дефолта, так и нет Которым нас пугали Обратите внимание Что накануне голосования закона про землю Я не жду точно Я жду только лучше Нас же пугали дефолтом Говорили же, что либо продаем землю Либо дефолт А если дефолт, то все Всем кошмар Доллар по сто Была же эта фраза Доллар по сто или доллар по семьдесят Но в итоге Как-то без транша пока обходимся Экономисты говорят на самом деле Что деньги есть Деньги можно найти Если перераспределить грамотно бюджет Ну или как знаете говорится У государства не может быть такой ситуации Когда нет денег Возможно нет денег для вас А вообще они есть Ну да, и самое интересное Пытались ли каким-то образом Наладить отношения с МВФ Попросить отсрочку Реструктуризацию Ну мы тоже не знаем Просили или не просили Каждый раз, когда задаешь этот вопрос С слугам народа Никто, как всегда Внятного ответа дать не может Как и вчера Шмыгалю Которого в Раде спросили Так где 500 тысяч рабочих мест Как вы будете создавать Мне нечего вам ответить Сказал Шмыгаль Нет, он должен был сказать не так Первые 500 тысяч уже сделал Гончарук Моя задача найти еще 500 Гончарук вам все миллионы бесил Ну так 500 плюс 500 будет миллион Кирилл Производством самокатов Мне кажется Можно было бы заняться И обеспечить Кстати Место постройки дорог Ну это кстати Думаю на эти вопросы Будут скоро Саакашвили отвечать Где этих 500 тысяч рабочих мест От его реформ Премьер Грузии Объяснил отзыв посла Из Киева Действиями авантюристов Премьер Грузии Заявил о том Что назначение Саакашвили Является авантюрой После чего посла отозвали для консультации Мы не поставим под сомнение Наше стратегическое партнерство Братство наших стран и народов Из-за действия отдельных Безответственных политиков То есть Зеленский Это безответственный политик В Турцию лучше уже не летать И не петь И посла там не будет В Грузии как бы тоже проблемы Туда тоже нельзя В Италию не полетишь Там своего добра хватает Непонятно что будет с Польшей Потому что если и дальше Наших зарабичан Не будут туда пускать На клубнику Возможно отношения Очень сильно испортятся Развиваем внутренний туризм Я думаю нас только это и ждет Это называется какая-то Блестящая изоляция Ну да Сказал же кстати Пристайка Что нужно пересмотреть ассоциацию За что стоял Майдан Тогда простите на самом деле За что же тогда все это было Пристайка просто не знает Что нельзя пересмотреть в одностороннем порядке Это надо все согласовывать С Еврокомиссией А возможно просто за 5 лет Наконец-то прочитали Ассоциацию Да Ну кусочек Вот прочитали И за что же мы подписали То оказывается А на самом деле Кстати ребята Не успевала Купить вам еще один подарок Я хотела приехать с картошкой Почему картошка Знаете Наверное это чудесная новость Картошку Которую в Голландии Должны были списать На утилизацию Которая была предназначена Для картофеля фри И из-за того что карантин Исключительно Для картофеля фри И из-за того что карантин Она значит никому не нужна Вместо того чтобы ее списать Куда Как думаете Гуманитарочка подъехала Нет ее продают в Украине Ее продали Продали В Украину И здесь она уже Многие просто считают Что картошка фри Она же вильна Незалежна Понимаешь Фри Не жаленая Как фри А именно фри Что она свободна Спустя 6 лет После Майдана У нас заявляют Что нужно пересмотреть Оказывается ассоциацию О чем говорил Злой и ужасный Янукович и Азаров Как оказалось И все что у нас есть Это гнилая картошка Из Нидерландов Диану хлебом не корми Дай покритиковать власть Нет На самом деле Ну я во первых думаю Что журналисты Журналисты должны быть Априори критически настроены Мне очень странно Когда я вот Кстати вот буквально В начале И президентства Зеленского И там Каденции Верховной Рады Это часто Слышала о приоке В свой адрес В фейсбуке Особенно это было ощутимо Вот не критикуйте Парламент Не критикуйте президента Они ищут Дайте им время Нарушают регламент Да какой регламент Это не важно Главное Что Главное же по сути Сейчас конечно Этого уже нет Но я помню Какой был тогда Задел доверия Это я же говорю Кстати накануне Года президентства Зеленского 20 мая Это годовщина Инаугурации Тогда какое-то Такое еще было Обожание Не трогайте президента Не трогайте Стопнарода Стопнарода Очень-очень большой Большой был кредит доверия А сейчас Нет На самом деле Кредит доверия еще есть И на самом деле Все Мне кажется Еще относительно Неплохо У президента С поддержкой Она высока Давайте признаем Она высока Когда нам нужна будет Точка отсчета Что все плохо Ждем сообщения Диане в личку Потрогайте президента Это оно А это самое грустное Что у нас всегда Так на самом деле Порошенко же тоже Обожали Накануне голосования Очень многие Его поддерживали И очень высок Был кредит доверия Что случилось потом Вот те же люди Которые его обожали Готовы были его распять Очень какой-то Вот у украинцев Да даже раз шесть У нас какое-то Вот у нас Или любим Или ненавидим Ну просто Он же заезжал на лозунга Что русский язык нормальный Не будем трогать Да Войну за неделю Кстати Зеленский повторил Все его лозунги То есть мы вот так берем Открываем Было Стало Да А я кстати много раз Спрашивала у тех Кто работал Порошенко В штабе Почему ставку сделали Именно Армавиру На мову Армию Виру И почему сделали ставку Только вот на электорат Условно Западной Украины Хотя сам по себе Порошенко Русскоязычный Да Прихожане Московского патриархата Потому что не понимали Больше как пройти Во второй тур Объясняли мне люди Которые на самом деле Знают Что было там В штабе Они не понимали Как пройти во второй тур И это по крайней мере Обеспечивало им Прохождение во второй тур Вот и все Все очень просто То что раскалывали страну То что разжигали Это уже как бы да Костой У нас есть картинка прикольная Саакашвили С ящиком вина Несколько бутылок Отменного грузинского вина Из моего села Я не знаю Из его Это с его крепостными Или из какого села Это уже он наверное В Украине Или в лесниках под Киевом Или из Грузии Доехали ко мне сегодня А что есть что отметить Это что же Что же отмечал Господин Сеакашвили Ну его же Презиленский назначил А назначение Да В Эконком Знаешь Мог же быть фотография Где он лепит хинкали Или там Печет хачапури Вот Ну это уже было Помните Когда его перебрасывали В Польшу Он же там ел Как раз грузинские блюда Из Как это ресторан Сулунги Да Сулугуни Да Мне кажется Зеленский еще сильно пожалеет О том что он его куда-то назначил Потому что Нога в дверь Всегда лучше забрать граждан Враги реформ Они везде будут найдены Всегда можно забрать гражданство И депортировать Даже в таких вещах Надо просто скопировать То что было у Порошенко То есть ты считаешь Эффекта дежавю недостаточно Мне интересно Когда появится персонаж Более интересный Экспрессивный Чем Саакашвили И вот мне интересно Когда же кто-то его переплюнет То есть у нас же должен быть Новый президент Значит должен быть И новый Саакашвили Алексей Гочаренко Ну это тоже уже было Подождите Да еще один конец Поваркиева Найн 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 Не надо Подождите Не забегай вперед Мне кажется Новый Саакашвили Должен все-таки появиться Вот у нас Из Грузии нам нужно Ну не обязательно Нет Настолько же яркий Экспрессивный Трампа заберешься Не обузданный Политик Ну пока вот Круче чем Саакашвили Да, в Белоруссии есть Есть кадры Может быть Жириновский К нам приедет Вот Вот как минимум Ну он уже Немножечко в возрасте Он под новые лица Ну и что Что за их жизнь Алексей Но мне просто кажется Тонны Тонны негатива Да что вы там Знаете Да он там Гений Нет на самом деле Я помню Что вот как только Начиналась вся эта история Когда уже он ушел Из Одесской области И тогда создавал Только вот это свое движение В общем когда пошли барыги У него был колоссальный Уровень поддержки Он был очень высокий На самом деле Я просто помню Там наши эфиры И какие высокие рейтинги Были у эфиров С его участием Но очень быстро Это прошло Как-то очень быстро И тогда власть Кстати Вот мы же Помню еще Спорили Что же власть делает Зачем его выгоняют Это же так Топорно Привлекает к нему внимание Наоборот привлекает внимание А вопрос решили Нет человека Нет проблем Саакашвили Вот кстати не припомню Он только на эти Комментарии были На другие каналы ходит Надо рейтинги будет замерить Просто посмотреть Разницу было Нет я хочу сказать Что вот последний раз По крайней мере Когда он был у нас в эфире Ну не было Таких высоких рейтингов Как в тот период Когда только он возглавил Вот это антибарыжное движение Ему тоже пора Что-то наподобие Новое Антибарыжный Майдан Два Кстати это что-то новое Надо продать эту идею Господину Саакашвили Да Из любопытного Мы уже несколько недель назад Поднимали новость О том что Планировалась Но не состоялась Виртуальная встреча Шмыгаля с Меркель Но она таки состоялась Ангела Меркель Или Денис Шмыгаля Виртуально Освободилось У нас даже есть картинка Виртуально поговорили О Донбассе и коронавирусе 12 мая Провели скайп Или не знаю Что это за программа Встречу Канцлер подтвердила Премьер-министра Украины Поддержку ФРГ В отношении курса реформ Ну это те которые Там Саакашвили проводят Которых там не хватает Да В особенности в сфере Децентрализации Энергетики Зеленый тариф наш любимый Борьбы с коррупцией Ну все стандартно Слушай а может на самом деле Это не видеосвязь А Ангела просто включила Телевизор и посмотрела Брифинг Включила Утренний брифинг Знаешь как обычно бывает Что он там говорит Она хотела Он в маске всегда сидит Тут без маски Ради такого случая Он даже снял Кстати да Страна что он без маски Мог бы так сразу надеть Как же социальная дистанция Она бы его не узнала Просто мне кажется Без маски Это очень смешно Кстати Как вот я помню Когда только начинался Карантин И в Верховной Раде Депутаты все строго Были в маске И разум каждый раз Когда кто-то выходил К трибуне без маски Делал замечания Наденьте маску Вчера уже все без маски Маски у всех на подбородке Это очень интересный Способ отношения маски Есть эти прекрасные маски Которые условно Их называем утконос И когда дают они Комментарии Они еще когда дышат Она еще так Смешно А мне нравится А Кищенко еще В каком-то маск-халате Вообще ходила Ты хочешь чтобы он Без халата ходил Лучше пускай он ходит Во всей экипировке И скафандр может надеть Защищем не будет Даже не проявили Никакого креатива Депутаты Я думаю Что с маской Зеленые маски Могли бы быть Там можно было В цветах Карнавальные Карнавальные Хотя были по-моему Смешные какие-то маски Но немного А ты не забираешь Вот у гостей Допустим Там шляпы Маски Не знаю Там ковбойские сапоги Что-нибудь Ну пытаюсь иногда Конечно Что-нибудь так отжать Хорошие сережки Кстати Александра Держи А между прочим Между прочим Но у нас же приносят Гости Сашенька Между прочим Я Насколько я знаю Не советую Относить украшения Кстати вот Я без украшений Потому что Якобы Как раз Соседает На них На металле Очень долго Живет вирус И таким образом Высоковероятность Заразиться Потому что Ты там Потрогал эти сережки И все Я думаю Этот миф придумали Мужчины Которые не хотят Дарить Не хотят Дарить украшения Нет На самом деле Мужчины обычно Дарят Знаешь Как говорят Почему Как выгодно Поздравить Там девушку Или супругу Одну сережку 14 февраля А вторую На 8 марта И все У нее потом Слово карантина Еще можно Располовинить Собери пазл Дорогая Супрун Та, которая Ульянов Написала Открытое письмо Министру Степанову Где раскритиковала Идею повысить Зарплату медикам Вот Раскритиковала Я думала Я ослышалась Нет Обрушилась Реакция общества На ваше заявление О возвращении К старому порядку В медицине Показала Что критическая Масса медиков И пациентов В Украине Уже не готова Возвращаться в прошлое Однако Теперь в качестве Плана Вы предлагаете Чтобы все Медицинские работники Это что-то Нецензурное Что-то Это же Супрун Там обязательно Длинный ум Должны получать Повышенную Заработную плату Повышение Должна достичь До 50% От этой суммы Которая есть сейчас И Супрун И сказал Что на это Нужно 11 миллиардов Гривен А их бюджета Нет Она уже К министр финансов Пора ее судить Честно Как вы думаете Как картошку Просто Придет весна И начнем с Супрун Так что Поддерживаете Идею Думаю Что уже достаточно Я думаю Что никого Уже не посадят А картошку Дам из Голландии Списано Может это на посадку Просто Сотя картошка Сейчас в Белоруссию Едет тоже Может это реально Просто картошка На посадку Хотя бы картошку Посадят То есть Если не посадили Никого из предыдущей власти То возможно Посадим картошку Сможет у нас Расти Может быть так Получиться Что мы то ее посадим Но А может посадим картошку А может посадим картошку А вырастут тюльпаны Это же голландская Или что-то другое Переходи к самому интересному В Верховной Раде Случилась перепалка Между Ириной Герасченко И слугами народа Герасченко Назвала фракцию президента Хитро сделанной Так и назвала? Да Сейчас мы вам покажем Это видео Шановные коллеги Я Как доктор юридических наук И профессор Киевского национального университета Шевченко Не совсем Розумію Термин Хитро зроблена фракция В нашем парламенте Але добре розумію Що таке хамство Що таке зверхність Що таке брехня Яка постійно виходить Від однієї з фракцій парламенту Я прошу, щоб мій виступ Був сприйнятий Як заява до регламентного комітету І регламентний комітет розібрався Чи має право депутат Назвати фракцію хитро зробленою Що таке взагалі хитро зроблений І де чий цей самий депутат Хитро зроблений В нашому парламенті Дякую Мне кажется, що професор Должен був би сам Взять на себе ініціативу І зробити нове зроблення Я читаю ТСКА Нужно зробити, щоб вияснити, що таке хитро зроблений Смотрите, раніше Так, щоб деликатніка не обидеть Можна було сказати, Дяночка Хитро-желтый А эти же хитро-зелені Мне кажется, треба хитро-желтый, а хитро-зелений Це ж як Конституційний суд, коли давав пояснення, що таке чергово наступна сесія Помните, коли потрібно було змінення в Конституцію внести? Так, зараз він може зайнятися, що таке хитро зроблений Інтересно, конечно, от Ірины Геращенко Таке определення в адрес слуха Слушайте, мені кажется, що треба зробити диссертацію, ти говориш Звучить, наверное, буде якось так Хитро-зроблений парламент в трансформаційному періоді Ірина Геращенко буде наставати, що це по-русски надо говорити, хитро-зроблений Я думаю, що якщо говорити об цьому парламенті, то зробили якраз їх Тому що вони все думали, що вони йдуть міняти країну к лучшому А не вийде пока, по крайній мере, тому що с ними не советуються Ну, во-первых, Ірина Геращенко, їй же Порошенко обещала, що вона буде виприємником Ну, що він ще второй срок, коли відбудет, там так договарився То следуючий готовиться Ірина Геращенко Ну, вже в роль в цьому як-то пітається А тут влез Гончаренко Да, влез Іви Троїч Я ще спомнила, як вона на колені становилась на дебатах Конечно, це ж класика Готовилась Алексей, Ветрович сравнил слуг народа с арбузами Связано це з тим, що слуги народа провалили позорне постановлення О зговорі режиму перед Второй мировою войною А арбузи при чому? Простите? Ну, я то у Ветровича такое чувство юмора Вот, він написав пост Зелени зомни шарвоні срэдані кавун Така шуточка На троїчке У Ветровича ще є с чувством юмора проблеми, ко всему прочому Не только со знанням історії А для ідентификації делать арбузные ленточки Как тебе? Нет, так само... Ну, це ж було б красиво, арбузные ленточки Это ведь новый символ Я хочу сказати, що саме інтересно Левицяська солідарності дала 20 із 23 И вот кого не було із европейської солідарності Не було Порошенка і сам Ветрович не голосував Да ладно? Серьезно, за це постановлення То есть, він тут обвинил слуги народу, але він сам не явився в зал Вместе с Порошенко Я вчера спрашивала В Польщу не пускають, а вот ще в Германию могут не пускали Вон скоро не выездной станет Ну, що, где-то удерживают просто? Вони не думали? Паспорт забрали Срочно нужно это выяснить, я думаю Да Как же мы без Ветровича-то? Ну, вот интересно на самом деле Правда, мы же все думали, что эти персонажи Все, они в прошлом Когда Когда власть сменилась Но нет, они не просто вылазят Они очень громко кричат Потому что те, кого поддерживает, по сути, меньшинство Кричат гораздо громче, чем большинство Как это случилось, собственно В не очень далеком, отдаленном прошлом Да, то есть самые активные в итоге навязывают Навязывают свое мнение и слышно их гораздо громче, по крайней мере Вот, они освоили технологию крика Политического Арбузные протесты Арбузные протесты Арбузные протесты Украинцам запретили выезд из страны без без разрешения Новость от посольства Британии Украинская власть проинформировала нас, посольство Британии Что только граждане Украины с постоянным местом жительства в других государствах Смогут покинуть территорию Украины Это как понимать, что нас тут в заложниках держат? Я так понимаю, что все же 500 тысяч рабочих мест создать получится, если мы своих зарабичан не выпускаем Знаете, кто сможет уехать, ребята? Сможет уехать только тот, у кого есть спецпропуск для автобуса-троллейбуса-трамвая И вот на этом же трамвае ты можешь уехать куда-нибудь в Европу На самом деле, шутки шутками А зарабичание это 16 миллиардов Это гораздо Переводов, которые они присылают сюда Это гораздо больше, чем даже Тот самый транш, который мы так Ожидаем получить То есть какой смысл в том, чтобы их выпускать Пока непонятно Потому что это такие простые легкие деньги Это в принципе то, благодаря чему наша экономика Еще как-то держалась, по крайней мере на плаву Но я думаю, что когда придумают механизм Каким-то образом, как это можно монетизировать Как сейчас дало снять по 200 долларов Как это можно монетизировать, я думаю, что все наладится Ну да, рабы на галерах, work and travel Да-да-да, так и будет Это точно Но правительство говорит, что это потому, что они хотят, чтобы Все, кто выезжает, они имели договор на 3 месяца работы А почему раньше не хотели? Хороший вопрос, да Нет, это просто наше правительство шантажирует европейские страны А если вы нам не дадите денег Я думаю, скоро к нам гнилая клубника приедет Замороженная, по крайней мере На какие-нибудь Какая-то ездит Собранная уже на данный момент польскими гражданами Потому и гнилая, потому что поздно собранная Вот наконец-то веселая, добрая, позитивная новость А это что, юан, друзья? Мы готовились тебе, вон собирали все Что-то хорошее, что-то действительно светлое и доброе Есть хорошая новость Усик жестко ответил диванному эксперту, который вызвал его на бой Я Богдан Герцай и я, ты диванный эксперт, который из тебя, из твоих хватных видео Своих малограмотных комментариев Своих детских верчиков И российского сценария, который ты хочешь просунуть Я той же, кого соби на беду Ты, Александр, выглокал на бой без права Стадион так стадион Друг мой Нет, ты никакой мне не друг Обычный гражданин Хочешь бой? Ты кинул мне вызов И бросил в меня перчатку В политике называется пиар Вызвать более сильного спорненья партнера Два гриллианта Если один кидает другому вызов То есть получается, что ты мне его бросил Так что я выбираю оружие Ринг, бокс В дальнейшем можем общаться Бокс Мне не нужны бои без правил Я живу по правилам Живу по правилам Боксирую по правилам Смотрите, должны появиться следующая серия Они должны сдать анализы Должен появиться младший Кличко Предложить Ваду, которая проверит эти анализы Которая Вада вообще непонятно что это Конечно, но должны Мы до сих пор не знаем, что с анализами Порошенко Во-первых, вообще они их сдали Они же не доехали Да, может надо было сдать кровь Да, сдали что-то другое В клинике Андрея Пальчевского Короче, смотрите Надо проверить вообще Какая дальнейшая будет драматургия Вот тут же знаешь Как бы завязка понятна А что будет дальше Вот действительно они драться где будут Если будут Может они будут по зуму драться Знаешь, каждый Сам собой Это на самом деле Опять же, конечно, нонсенс Когда человек, который Абсолютная гордость страны Абсолютно, ну У нас не так много людей Которыми можно гордиться Потому что спорт не в самом лучшем состоянии Потому что государство не поддерживает спортсменов И тем не менее Вопреки всему Наши спортсмены прославляют мир И где оказываются На миротворца Как Как Усик Который туда попал Прекрасно, конечно Да, что спустя год После После проигрыша Порошенко На президентских выборах У нас запрещаются Вконтакте А Усик попадает на миротворец После прорыва границы Там и Саакашвили был И Тимошенко на миротворце И есть И многие наши коллеги И жену Зеленского Помните, поставили А потом убрали Там и Трамп был Но потом, правда Позвонили С улицы Танковой И он туда резко исчез Очень жаль, конечно Что такие, как Вот этот Молодой человек Который вызвал Усик на бой Пытаются как-то Хайповать за счет Ну, за счет чемпионов Я думаю Бог ему судья А зачем вообще Усик отвечает Да, отвечает Вот этот вопрос Тоже Да, вот возникает Зачем? Ну, сказал Так, не знаю Мы завтра увидим Кто-то будет вызывать Чака Норриса на бой Дональда Трампа Есть же прекрасная Басня Трамп Слон и моська Понимаешь Но это же действительно Скоро гавка И себе на здоровье Ключевой вопрос Действительно Зачем на это отзываться Да То есть И более того Я вот Я уже видел Что там еще появились И другие желающие Вызывать Усика Я думаю Будет когда-нибудь больше и больше Да То есть На самом деле Вообще Усик мог бы организовать Собственный чемпионат То есть Он бы был последней стадией А сначала Они должны с друг другом Разобраться То есть Все желающие Добраться до Усика Это какой-то Рицарский турнир Да А почему нет Кстати И можно Показывать это в прямом эфире Каждую неделю Новые Те кто бросил вызов Участвуют Не знаю Чемпионат Усика Назовем так А в конце встречаются с Усиком Последний выживший Ярубин прекрасный Политехнолог Шоу должно называться Отличь внимание От всех проблем Диана Накрути Усики Мне кажется Что это должно быть Вот такое Что-то Господин Песков Где-то задумался Я думаю Там бы квартал 95 Был бы на промоушене Все бы устроились Ну смысл в общем в том Что Как с хлебом Непонятно Но со зрелищами В нашей стране Всегда все будет хорошо Что бы ни было Скучно Не будет Так Моя любимая новость Кстати В киевском СИЗО Заработали платные камеры За 2000 гривен в сутки Министр юстиции Оказался еще и По совместительству Министр финансов Это хостелы Мини-кухня Плазма и ковры Ну там я так смотрю Пиво не раздают Но вон холодильник Есть Кухня есть Они приблизительно Так и выглядят Может это означает Что посадки таки будут Что все-таки Приговор Стелите Да Получается 12 тысяч гривен В месяц Они готовят для себя Алексей Денис Малюсов сказал Что так как Лукьяновская сезон Оходит в центре Киева То апартаменты В этом районе Оходятся в аренду Дороже в месяц Отлично Кстати Вообще Я жду рекламы Лукьяновская сезон Рядом с метро Недалеко каналы Можно тоже так говорить Легко добраться Знаешь Вышел Пошел Постримил Кстати А что Житловый комплекс Лукьяновская сезон Живешь в центре города Чувствуй себя как дома Безопасно В конце концов Тебя защищают 24 На 7 Есть время Почитать Литературу Конечно Это помните Как в том Как говорил один Психиатр Когда у него спрашивали А вы не боитесь работать В Павловке Он говорил Вы знаете Нет Потому что Тут как бы Мы всех знаем Кто А вот вы Которые пребываете За пределами Павловки Вы же не знаем Кто там ходит Что теперь будет Учитывая Что Та же Павловка Теперь возможно Останется без финансирования Или уже осталась И все мы окажемся в истории Любимая новость Алексея Кстати В Москве Прошли дебаты Между оппозиционерами Ксенией Собчак И Любовью Соболь И надо эту картинку показать Потому что В этом как бы Вся соль этих дебатов Вся соль этих дебатов Так как Тебе не кажется Это одно лицо Нет Где Собчак Где Соболь Не просто В этой истории Почему Соболь не в Соболях Кстати Не Но просто Действительно Не до конца понятно Это Кто Под кого Пытается быть похож И зачем Ну я думаю Что Ксения Анатольевна Это абсолютно Самобутный Персонаж Поэтому тут очевидно Что Соболь А как бы ты себя вела Вот если бы Допустим Тебе пришлось бы вести Дебаты И приходит эксперт Такой же Ну вот Который просто Тебя копирует Я бы попросила По крайней мере Кого-то из них Снять очки Как минимум Кстати Так и произошло Между прочим И Соболь сняла очки Серьезно? Я не знала Это прием был Серьезно? Серьезно То есть Диана уже Просчитала Мне можно вести дебат Давайте делать ставки Между кем и кем У нас через Через 4 года У нас уже выборы Получается Да Кто у нас будет на дебатах Давайте через 4 года Встретимся И потом вспомним Созреет ли у нас Клон Дианы Панченко Я думаю Что Якубин и Молчанов Будут баллотировать На этой позитивной ноте Я думаю Мы будем Финалить нашу программу Потому что можно сидеть долго Но дебаты мы обязательно проведем Может просто Диана хочет остаться Еще на час с нами А в следующий раз Мы вам расскажем Нашим зрителям О том Что на Печерске Горела баня На 20 этаже Жилого дома И не спрашивайте Как она там появилась Мы обязательно об этом расскажем Спасибо, что смотрели До следующей субботы Приветствую Еще раз Всем Диана И благодарны Вам спасибо Друзья Приходи к нам У вас весело Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Диана